Потому что ребенок при нынешней системе образования, причем практически быть, ну там, а вы бы как изменили эту систему, чтобы это избежать? Ну, я уже говорил, что с моей точки зрения главное, что должно сформироваться в результате образования, это целостная картина. Это понимание взаимодействия, закономерности, определяющих ход событий, явлений и процессов в мире. Этих закономерностей на самом деле не так уж много, и в принципе можно хотя бы в общих числах узнать их все. И дальше, опираясь на эти общие знания, совершенствоваться на каких-то выбранных направлениях. Так вот, насколько я могу судить, та система образования, которая в общих чертах спормировалась в нескольких немецких государствах в середине 19 века, и доведена до совершенства в России, называвшихся в тот момент Советским Союзом, в середине 20 века, эта система образования наилучшую пока образом решала именно задачу формирования целостной картины мира. Другое дело, что это в ней не было заявлено открытым текстом, поэтому не только ученики, но и учителя порою недоумевали, зачем им тот или иной фрагмент знания. А нужен он был как раз для того, чтобы сформировать вот эту целостную картину. И, соответственно, я полагаю, что все реформы в образовании, проведенные после 1975 года, надлежит отменить, восстановить то состояние образования, которое было тогда. Да, конечно, в некоторых учебных дисциплинах придется учесть кое-какие появившиеся с тех пор новые факты и новые возможности, но, во-первых, не так уж много нового на самом деле появилось, просто новое нам заметнее старого, поэтому кажется, что старого вообще не осталось. А на самом деле обновляется лишь очень немного. А кроме того, система образования, опирающаяся на понимание закономерностей, очень легко и быстро втягивает в себя новые факты, включая их, грубо говоря, в общую цепочку объяснений. И вот, когда мы восстановим эту систему, тогда, опять же, надо будет оценить накопленный опыт реформ, в том числе и неудачный. И вот на этой старой, надежной, хорошо проверенной и отлаженной основе начинать эксперименты по созданию новых методик обучения. Но начинать придется именно с того, что вернемся к той системе образования, в которой обучался я сам.